Дмитрий Владимирович Кулагин За последние две недели в политической жизни Оренбургской области произошло несколько знаковых событий. Я думаю, оренбуржцы, которые интересуются, они в курсе. Начнем с того, что было представление главного федерального инспектора, появилось в Оренбургской области. Потом доклад губернатора в драматическом театре, который вызвал много отликов и в интернете, и в прессе. И вот законодательное собрание, которое проходило два дня на этой неделе, где был принят ряд законопроектов, приведен в соответствие с федеральным законодательством, властные законы. Об этом бы хотелось поговорить. По главному федеральному инспектору, я думаю, наверное, все понятно. Был приезд полномочного полпреда президента, было много комментариев. А вот по докладу губернатора, условно его можно разделить на три части. Политическая часть, экономическая и социальная. По политической части, в частности, аппарату было дано несколько поручений, насколько я знаю, в том, что привлечь именно людей на свежую кровь в муниципальные органы власти, в государственные органы власти. Ну и вот в целом, по политической части доклада губернатора, давайте остановимся на этом. Да, спасибо за вопрос. Но я скажу, что хотя мы отмечаем эти события как важные в политической жизни, но жители Оренбургской области в первую очередь интересуют, каковы будут последствия при реализации социально-экономической политики, как отразиться на благосостоянии людей, те или иные виды деятельности органов государственной власти и лично губернатора. И могу сказать, что доклад губернатора, с которым он обратился к общественности, а по большому счету ко всем оренбуржцам 15 июня текущего года, это действительно был стратегический доклад, в котором губернатор подвел итоги работы правительства Оренбургской области за два года и четко обозначил перспективы развития и дал поручения органам исполнительной власти, органам местного самоуправления. Губернатор говорил об открытости власти. И не случайно он привел в качестве положительного примера работу блога Юрия Александровича в интернете, поскольку этот блог действительно стал формой живого общения руководителя региона с каждым жителем Оренбургской области. И регулярно по итогам обращений Юрий Александрович дает поручение членам правительства взять на контроль каждое обращение и отработать его, чтобы люди получили объективный ответ. Это же, знаю, чиновники боятся, да, Ниха? Ну, там же могут прийти любые, да, наверное, сообщения, любые жалобы. Приходит и личного характера, и политические вопросы там обсуждаются, и даются советы губернатору. Ну, сказать, что чиновники боятся, наверное, это будет неправильно, но, скажем так, очень внимательно следят. Потому что, знаете, как вот есть про газету поговорка. Одни открывают газету и говорят там, черт побери, не написали, а другие открывают и вытирают под солба и говорят, слава богу, не написали. Поэтому блог это очень хорошее средство общения. Далее губернатор говорил в политическом блоке о укреплении кадрового потенциала органов исполнительной власти, и на муниципальном уровне, и на государственном уровне. Затронул вопросы борьбы с коррупцией, потому что мы очень не хотим, чтобы вот этот вопрос превратился в некую компонейщину, чтобы наперебой все отчитывались о том, сколько замечательных решений принято по борьбе с коррупцией. Должен быть выставлен четкий заслон на пути тех людей, которые видят свою работу в органах государственной власти, как источник решения личных вопросов, личного обогащения. Об этом Юрий Александрович открыто сказал с трибуны. И он, безусловно, затронул вопрос укрепления кадрового потенциала. Здесь речь тоже не идет о каком-то таком наскоке, что давайте всех людей, которые уже имеют возраст выше среднего, убирать из власти и срочно вводить молодых. Он оговорился, он сказал, нужна свежая кровь, то есть нужны люди с новыми взглядами. И здесь речь не идет о каком-то возрастном цензии. Хотя к каждому профессиональному работнику нужно относиться очень бережно, независимо от его возраста. Если у него прекрасный потенциал, если он может принести пользу, то здесь речь идет о сохранении помощи такому человеку. Он даже сказал, откуда. Да, я прошу прощения, Михаил Александрович. Значит, он, Юрий Александрович, сразу сказал, что должен заработать кадровый резерв. Вот мы много говорим. Создан там кадровый резерв, там федеральные, на уровне Приволжского федерального округа. Это не должен быть список и какая-то каста людей, которые бы гордились от того, что они попали в кадровый резерв. Это, по большому счету, пахота. Это страшная, тяжелая работа. Попасть в кадровый резерв и потом получить поддержку для того, чтобы отдавать свои силы для служения страны, для служения людям. Вот это кадровый резерв. А у нас, к сожалению, иногда воспринимается так. Попал в кадровый резерв, задрал нос, я уже великий, давайте мне какую-то супердолжность, причем не ниже, чуть ли не первого лица и в государстве, и в регионе. Всему свое время. Кадровый резерв – это как социальный лифт. Пройти все ступеньки. Еще один важный вопрос был затронут в докладе губернатора, я думаю, ориенбуржцы заметили. Это реорганизация системы управления. То есть, будет укропнение городов, как это правильно сказать, поселков. Муниципальных образований. Муниципальные образования, да. То есть, районы будут совмещены с… Он даже пример привел, что в городе Ясном, в Ясненском районе, в закрытом административно-территориальном образовании Комаровский, Комаровский, да. Шесть глав. Да, шесть глав. И действительно, ситуация была названа Юрием Александровичем Бергом как абсурдной в какой-то степени. То есть, это тоже работа, которую предстоит делать, я так понимаю, в ближайшие годы или в ближайшие месяцы уже. Я думаю, что по каким-то позициям речь идет уже о ближайших месяцах. А по каким-то позициям надо очень внимательно все взвесить и не торопясь, чтобы не навредить все-таки вот эту реформу провести. Опять же, речь не идет о том, чтобы вот гуртом всех объединять, укропнять муниципальное образование. Это очень тонкая материя. Это очень точечные ситуации. И, допустим, есть два села, рядом находятся, каждый из них является самостоятельным муниципалитетом. Но они настолько приросли друг к другу, что содержать две команды чиновников смысла нет. Они составляют единое целое. А есть муниципалитеты, которые исторически, экономически являются самостоятельными, даже если там не очень большая численность населения. Вот здесь надо будет внимательно думать. Первый шаг, мы уже начали действовать, выполнять поручения губернатора. Первый шаг – это внимательно посмотреть муниципальное устройство на уровне сельских поселений. С городами все гораздо сложнее. Я бы не хотел пугать телезрителей, что там какие-то города будут объединяться, там с селами и так далее. Разумеется, нет. С районами, да? Да, разумеется, нет. То есть, все это должно быть в рамках закона. И в первую очередь мы говорим о разумном укропнении сельских и поселковых советов. Вот это да. Но так, чтобы люди не пострадали. А то власть уйдет, допустим, центр сельсовета перейдет в другое село, а мы знаем такую ситуацию, уходит администрация, уходит почта, уходит сберкасса, уходит учреждение социальной сферы, потом пойдут следом жители из этого села. Вот этого допустить нельзя. Поэтому разумное укропнение – да. Упорядочение системы органов местного самоуправления. Действительно, хотя это все и по закону, но я думаю, телезрители со мной согласятся. Придет, условно, пожилой человек на прием, мне бы к голове попасть. А ему говорят, а вам к какому главе? К главе города или к главе администрации города? К главе села или к главе администрации села? Ну, вы представляете, что люди могут подумать. Кашу в голове. Да, могут ведь и послать куда подальше. Вы решайте наши вопросы. А как там, сколько глав, это вы уже определять, чтобы удобно было. Поэтому этим вопросом мы уже начали заниматься. И я думаю, что часть задач, поставленных губернатором в рамках законодательства, потому что закон не перепрыгнешь, и нельзя этого делать, и не собираемся. Часть задач мы можем уже решить к декабрю. Умеренно, спокойно, аккуратно, в интересах людей. Михаил Владимирович, перейдем к законодательному собранию, которое было на этой неделе. Два дня депутаты заседали, обсудили где-то более 100 или около 100 вопросов. И в том числе, один из вопросов, который вы были докладчиками, насколько я знаю, и даже назвали, что это начало реструктуризации правительства. То есть, Министерство молодежной политики, спорта и туризма было реформировано. Расскажите, это действительно начало реструктуризации, и во что оно превратилось, это министерство? Давайте, говоря о изменении структуры органов государственной власти, поставим пока знак вопроса, потому что это прерогатива губернатора. Да, систему и перечень органов исполнительной власти, министерств, департаментов, комитетов утверждает законодательное собрание, но с инициативой выступает губернатор. Это его законодательное право, ему работать с правительством. Губернатор, как высшее должностное лицо, отвечает за реализацию социально-экономической политики, поэтому давайте немножко подождем. Пока губернатор принял решение, что в структуре правительства Оренбургской области необходимо создание департамента молодежной политики. И, вы знаете, я немножко был удивлен, когда некоторые депутаты высказывали сомнения относительно данного шага. Вспомните 90-е годы, очень непростая ситуация, и даже в те времена руководство области прекрасно понимало, что в отсутствие массовых структур, которые были в советское время, комсомол, общая такая единая пионерская организация, нужна структура, которая бы и политически, и практически привлекала внимание к проблемам молодежи. А это один из приоритетов. Тогда был комитет по делам молодежи. Да, тогда был комитет, кстати, 17 лет комитет по делам молодежи просуществовал в качестве самостоятельной структуры. И минусов не было, были только плюсы. Речь ведь не идет о создании армии молодежных чиновников. В комитете по делам молодежи работало 9 человек на Северенбургской области. И по одному специалисту в районных и в городских администрациях. Ну, крупные города могли себе позволить 2 человека. Все. Некоторые депутаты часто вспоминали в советское время. Давайте вспомним его. Вспомните, сколько специалистов занималось молодежью в рамках пионерской организации. Вожатые, комсомолы, комсомольские организации на уровне плодных предприятий. То есть, с молодежью работали, за молодежью следили, ей помогали. И можно сколько угодно говорить о экономических показателях. Можно сколько угодно говорить о росте сельхозпроизводства. Но если нам через 10 лет некого будет поставить и на трудовые должности, и на руководящие должности, если мы потеряем молодежь, все наши нынешние усилия просто бессмысленны. Надо смотреть в будущее. И поэтому губернатор изменил структуру, которую он, скажем так, принял, где не было структуры молодежной политики, где она была ликвидирована, объединена со спортом. И выделил это в отдельное направление. В отдельное направление. Еще раз подчеркну. Никакого увеличения расходов. Никакого увеличения численности чиновников. Это четкая позиция губернатора Оренбургской области. Речь идет о выделении самостоятельной отрасли. Посмотрите. Ведь это не только праздники. У нас почему-то молодежную политику частенько сводят к фестивалям, конкурсам, дням города, дням молодежи и так далее. Наверное, это тоже надо проводить. Но это не приоритет. Жилье, работа, реализация творческого потенциала, оказание социально-психологической помощи, кто в этом нуждается. Вот молодежная политика. И у нас осталось уже немного времени. Коротко по вопросам, которые были рассмотрены на законодательном собрании о выборности высшего должностного лица Оренбургской области. То есть приняты все поправки, приняты все изменения в устав. Поподробнее чуть-чуть. Да, полностью законодательная база для проведения выборов губернатора, всенародных выборов губернатора у нас в Оренбургской области подготовлена. Значит, изменены и уставы, и законы об избирательных комиссии, и принят самый главный закон в этой части о выборах губернатора Оренбургской области. Были споры относительно этого закона, потому что, понятное дело, не все положения всех депутатов устраивают. Это естественно. Парламент – это место для дискуссий, где представители самых разных политических партий могут высказывать свою позицию, и мы их уважаем. Носил проект закона о выборах губернатора состав избирательной комиссии Оренбургской области, то есть профессионалы работали над этим законом, потом именно избиркому осуществлять реализацию этого закона на практике. Но скажу, что закон учел практически все и новеллы федерального законодательства, и пожелания. Допустим, сбор подписей. Кому-то не понравилось, что для выдвижения кандидатуры на пост губернатора необходимо собирать подписи депутатов и глав муниципальных образований. Но споры бессмысленны, это требования федерального закона. А вот процентные рамки, вот это может решать регион. И у нас в Оренбургской области депутаты приняли самый низкий процент сбора подписей, 5%. Ниже уже нельзя опускаться. Выше можно, до 10%. Нет. Мы поддержали, депутаты большинство поддержали, 5%. То есть самый низкий фильтр. Самый низкий фильтр. 314 подписей необходимо собрать для того, чтобы стать кандидатом к губернатору. Из более чем 6 тысяч. 6 тысяч 108 депутатов местных советов плюс главы муниципальных образований. Ну согласитесь, что выбор есть. И большого труда для кандидатов к губернатору, которого поддерживает политическая сила, партия. А именно партии будут выдвигать у нас кандидатов на должность губернатора. Для организационной сильной структуры не составит труда собрать эти подписи. Поэтому закон, конечно, вызывал споры. Но я считаю, что он объективно отражает демократические нынешние возможности. Он действительно предоставляет право гражданам делать свой выбор на основе всеобщего равного прямого избирательного права. Самое главное это то, что реализована инициатива президента. Губернатор будет выбираться. У нас закон готов. И в 2015 году, когда истекает срок полномочий, нас будут ждать выборы губернатора. И я уверен, что оренбуржцы сделают правильный выбор. Но до этого еще время есть для того, чтобы определиться, посмотреть, определить свои политические пристрастия. Я думаю, мы еще встретимся до 2015 года с вами в этой студии. Спасибо, Дмитрий Владимирович, за интересную беседу. Напомню, гостем студии был вице-губернатор, руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Владимирович Кулагин. Всего вам самого доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»